Библейский портал экзегет.ру представляет 17 главу с 1 стиха. И далее Господь дает обетование и заключает завет с Авраамом и дает завет в 11 стихе об обрезовании. 11 стих. «Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знаменем завета между мной и вами в восьми дней от рождения, да будет обрезан у вас в роды ваши всякие младенец мужеского пола, рожденный в доме» и т.д. «Господь заключает с Авраамом завет, завет обрезания. Мы знаем, что и Господь Иисус Христос, исполнив все заповеди Ветхого завета, как он и говорит об этом, «я пришел не нарушить закон, но исполнить», по воскресению своем возвеличил этот закон в самом себе. «Вот здесь, на земле, создав церковь мою, который сказал, что врата ада не одолеют ее, в который и учредил в дальнейшем таинство церкви». И одним из прообразов таинства церкви мы с вами видели ранее, когда Авраам, да, в 14 главе, когда Авраам поспешил, чтобы избавить сродника своего лота из плена Содома и Гоморского, то там был прообраз святого причастия, когда Милхиседек вышел, мол, навстречу, вынес вино и хлеб. То здесь прообраз другого таинства, прообраз крещения, обрезание. Действительно, апостол Павел подтверждает это в послании, например, к римлянам во 2 главе, 28 и 29 стих. Послание апостола Павла к римлянам, 2 глава. Всегда призываю вас открывать вместе, изучая Священное Писание, мало ли что, кто где скажет. 2 глава, 28-29, сказано следующее. «Но ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, но от Бога». Апостол Павел здесь в послании к римлянам наставляет общину, в которую входили и крестились люди, исповедующие иудаизм Ветхого Завета, что они похвалялись своим внешним деянием, которое они творили, то, что у них было обрезание. И они заставляли обрезываться и христиан, которые принимали крещение. Но апостол Павел так и указывает и говорит, что «Ибо не тот иудей, кто таков по наружности». Что же для нас? Многие из нас не иудеи, многие из нас не обрезанные, пришли в церковь и крестились. Зачем это для нас и какой урок можно извлечь из этого? Дело в том, что многие из нас сегодня хвалятся либо своим происхождением, либо своим достоинством, либо своей такой, как говорят сербы, породицей, то есть фамильностью, какой фамилии не принадлежат, какому благородному роду. Другие, наоборот, хвалятся внешними своими какими-то атрибутами и внешним исполнением заповедей Божьим, то, что называется такое обрядоверие, где заповедь исполняется не по духу, исходит не из сердца, в которое всеивается через Слово Божие, но по внешним атрибутам. Например, сколько подать записок на проскомидию, в каких монастырях, может в ста. Хорошо, конечно, помолиться. Хорошо, конечно, и в том, и в другом монастыре подать записку. Ну, когда о здравии или о покоении, на молебен заказать, ну, когда это превращается в какую-то погоню за тем, чтобы больше, больше, чем больше, тем лучше, то когда человек совершенно даже не прилагает никакого внимания, чтобы самому открыть священное писание, самому помолиться Богу, как сказано, войди в комнату, затвори дверь за тобой, и Бог, видящий тайны, воздаст тебе явно. А все это делается как бы на показ, все это делается ради того, чтобы потом где-то там в трапезной или среди своих православных христиан похвалиться, сколько я совершил внешних таких деяний, или милосердия, или молебствий, то апостол Павел обличает таких людей, хвалящиеся внешней показной праведностью. Так и говорит. Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, то есть не тот православный, кто таков по наружности, там ходит, скажем, в косоворотках, сохраняет древние обычаи, или, например, отливает длинную юбку так, что она даже волочится. Не это главное. Конечно, нужна и длинная юбка. Конечно, и хорошо, когда человек держится, может быть, какой-то традицией там в одежде православной, но не это главное, не это суть завета человека с Богом. И апостол Павел именно обличает этот факт и говорит. Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, не тот православный, кто таков по наружности, и не то обрезное, то есть не то крещение, которое наружно. У нас, к сожалению, есть сегодня такое, когда люди приходят креститься только ради того, чтобы креститься. Вот я провожу в своем храме огласительные поучения, беседы, также есть и центр реабилитации людьми, отпавших от церкви, преподобного Иосифа Володского, даже есть целая комиссия в городе Москве. Я провожу там прием, вот однажды приходит одна женщина, она принадлежит к другой традиции, к армянской, к другой вере, и говорит, я бы хотел поменять свою веру. Я всегда у нее спрашиваю, а зачем, а какая ваша вера? Говорит, ну не знаю, я вообще в этом не очень разбираюсь, там какая-то, и зачем вообще это все надо, какие-то непонятные формальности, к чему это все. Тогда я и говорю, как вы хотите отречься и поменять веру, поменять то, даже чего вы не знаете. Но сначала нужно понять, во что, в общем-то, верит ваша традиция, а потом, если вы в ней как-то увидите, что она не совсем правильно учится тому, чтобы достигнуть царствия Божия, тогда уже что-то надо менять. Так странно, какая-то происходит, какая-то тавтология. Человек хочет поменять того, чего он не знает, или отречься от того, о чем он не ведает. Поэтому вот так попросил я сначала провести сравнительный анализ, прочитать, чем отличается монофизитство от истинного православия, затем прочитать Евангелие, потом вникнуть в символ веры православной, и потом уже, может, через какое-то время, когда человек действительно поймет, чего он хочет отречься и кого он хочет принять в свою жизнь, Христа Спасителя, потом можно предпринимать какие-то действия. Так происходит какой-то абсурд. Итак, мы видим, что «Ибо не тот иудей, говорит апостол Павел, кто по наружности, то обрезанный, который наружно по плоти, но тот иудей или тот православный, кто внутренний таков, и то крещение, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему похвала не от людей, но от Бога». Действительно, есть и другая сторона, когда люди к таинству крещения относятся как к некому обряду. Они покрестились, и потом их и не видно, и ради чего они это сделали, они и сами плохо понимают. Для этого, слава Богу, у нас существуют сейчас огласительные школы, огласительные беседы. Я всегда сравниваю так, что, например, человек, если он поступил в университет, сдал все экзамены, собеседование испытательное, которое сейчас проводится, далее все сделал как положено, сдал все документы, все оплатил свое обучение, но ходить перестал. То есть ходить не стал учиться. Есть ли толк от такого поступления? Точно так же таинство крещения — это только первый шаг, чтобы встать на путь ко спасению, чтобы встать на путь спасения во Христе и со Христом, который сам и себе говорит, ясен путь, истина и жизнь. Никакого толка об этого не будет. Вот мне тут недавно семинаристы рассказали такой фольклор, говорит, один человек, это абсурд этого действия крещения ради обряда, один человек, говорит, поймал такси, заплатил таксисту, а сам не поехал. Это что-то из этой истории. То есть кого обманул? Бога обмануть невозможно. Итак, обрезание — это прообраз того таинства, которое мы сказали, таинство крещения. Об этом также сказано и в книге «Деяния апостолов», 7 глава, 51 стих из проповеди Стефана, первомученика, пролившего свою кровь за исповедание Христа. Он так и говорит в своей проповеди, обращаясь к аудеям, говорит, жестоковыны, люди с необрезным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Видим, что первомученик Стефан обращается к людям и говорит, что вы народ жестоковыны, то есть жестокий. Вы не понимаете, что ни наружное исполнение, ни внешнее исполнение вменяется в праведность, а по вере, не буква, как говорит апостол Павел в другом послании, что буква убивает, Дух животворит. Действительно, всякий хвалящийся, пусть помнит и знает, что ни внешним обрядом вере мы спасаемся. Далее, здесь как прообраз крещения. Да, Моисей, бытописатель, говорит, что все должны обрезываться в прообраз крещения Ветхого Завета на восьмой день. Что означает восьмой день? Почему именно восьмой день? Интересно, по этому поводу пишет Кирилл Александрийский. Символ этого является восьмой день обрезания, ибо число восемь выходит за пределы мира, поскольку и Спаситель, воскреснув на восьмой день, явил таинство. И действительно справедливо то, что погибнут подобно необрезанному плоти те, кто необрезан сердцем, ибо таковой так и называется необрезанный сердцем в Ветхом Завете. И здесь Кирилл Александрийский приводит цитату из пророка Еремии, 9 глава, 25 стих, где пророк Еремия, обращаясь к иудеям, нежелающим прийти в состояние покаяния, так и говорит народ с необрезанным сердцем. Поэтому крещение необходимо. Сказано, кто крестится, тот наследует Старство Божие, а кто не крестится, тот не рождается. Потому мы с вами помним и говорили неоднократно, что есть три рождения. Первое рождение — это от Отца и Матери, второе рождение — это в Святом Крещении, и третье рождение — это когда мы выходим из этого мира. То есть, когда мы умираем, плоть наша остается здесь, прах ты и в прах от Эдиши, а душа водворяется в рождении своем либо с Богом, либо без Бога, в состоянии ада, в состоянии вечного мучения. И далее мы читаем с вами, сказано, что в 17 стихе «Пал Авраам на лицо свое и рассмеялся, и сказал сам в себе, неужели от столетней будет сын». Но, тем не менее, да, здесь звучит перед этим обетование, что «И сказал Бог Аврааму, Сару, жену твою, в 16 стихе, называй Сарой, но будет она именем Сара». И меняется имя, то есть будет как мать всех народов. «Я благословлю ее и дам тебе от нее сына, благословлю ее и произведу от нее народы, и цари народов произойдут от нее». И Пал Авраам на лицо свое и рассмеялся, и сказал сам в себе, неужели от столетней будет сын, и Сара девяностолетняя неужели родит. Но то, что невозможно, Бог говорит, да, это будет, то, что невозможно человеком, возможно Богу. Бог сказал, именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты не учешь имя Исаак. И перестал Господь говорить с Авраамом, и только сказал перед тем, как сказано, перестал говорить с Авраамом, что поставлю завет мой с Исааком, который родит тебе Сара. Обрезание всего дома, снова и снова повторю, это прообраз крещения, но крещения не только взрослых людей. Есть люди, которые ошибаются сегодня, говорят о том, что нельзя, якобы крестить младенцев. Это ошибка. Мы крестим младенцев по той причине, что, как сказано, как одним в послании апостола Павла к римлянам, как одним человеком грех вошел в мир, так и перешел во всех человеках. Псалмопевец Давид, в известном нам 50-м псалме, так и пишет, «Во грехах родила меня мать моя». То есть порча первородного греха переходит во всех людей, в том числе и в новорожденных младенцев. Мы не верим в теорию Зигмунда Фрейда, например, что человек рождается, как некая так чистая доска, то есть некая там болераза. Всякий человек наследует грех, поэтому, чтобы омыться от греха Адамова, необходимо крещение, крещение младенцев. Но без веры, как известно, Богу угодить невозможно. Но за этого младенца веруют его восприемники, его крестные. Некоторые скажут, как это может быть. Может, могут ли люди верить за другого человека и по вере их, чтобы прощались грехи этому человеку? Могут. Об этом пишется в Евангелии от Марка, во второй главе. Там рассказывается известная многим из нас история, которая читается и за божественной литургией, в годичном круге евангельского чтения. Вот какие там есть слова с первого стиха. «Через несколько дней опять пришел он, Иисус Христос, в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тот час собрались многие, так что уже не было дверей и места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. И, не имея возможности приблизиться к нему, к замноголюстам раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. И Иисус, видя веру их, говорит расслабленному чадо, прощаются тебе грехи твои». Чью видел веру здесь Иисус? В веру тех людей, которые принесли этого расслабленного человека, парализованного, беспомощного. И Иисус, видя веру этих людей, то есть этих друзей, как они любили своего собрата, говорит, что прощаются ему, этому человеку грехи твои. Точно так же восприемники по вере, поэтому я вот в своей огласительной школе заставляю людей, в прямом смысле этого слова, заставляю выучить символ веры. Пусть они его не осмыслят, это вообще осмысление всей жизни, но знать его необходимо. Пусть это будет хотя бы там меньше, чем с горчичное зерно их веры, но хотя бы будет та вера, по которой можно крестить младенца. Без веры действительно Богу угодить невозможно. Но Христос видел в этих людях веру. И поэтому простил грехи этому расслабленному. Итак, мы рассмотрели сегодня главу книги Бытия и увидели из нее, что Господь заключает с Авраамом завет, завет обрезания, который, 17 глава, который указывает и есть прообраз крещения новозаветного. И всегда мы с вами, исследуя Ветхий Завет, помним, что он есть, дедоводитель ко Христу, и все, что происходило с ними, это для нас образы, которые исполнились во всей полноте в Церкви Божьей на Господе Иисусе Христе и в Церкви Божьей православной, устроенной здесь Христом на земле. Продолжение следует...